Привет! Сегодня я хочу поговорить о мультитулах и моих мыслях насчет вопроса Почему не Ледерман? Почему не Ледерман? Это тот вопрос, который я задаю людям, в которых я вижу мультитулы других фирм Самые популярные фирмы на данный момент в мире это, конечно же, Ледерман, Викторинокс и фирма СОГ Больше я не знаю фирм, возможно есть какие-то еще, но их доля рынка настолько мала, что они не имеют какого-то большого веса в данном разговоре Я хочу показать сегодня мультитул фирмы СОГ Это мультитул моего очень хорошего знакомого И этому тулу уже 10 лет И то, как он выглядит после 10 лет убийственной работы, это просто внушает очень серьезное доверие Я хочу пройтись по нему Но, кроме того, я хочу, в принципе, обсудить такую тему, что, конечно же, когда углубляешься во все это Начинаешь разбираться в тулах, в каких-то достоинствах, дизайн и то-се Конечно же, приходишь к выводу, что, скорее всего, Ледерман выпускает наиболее удобные и подходящие мультитулы Но, вот смотришь вокруг и видишь, что далеко не все пользуются Ледерманом Я вот здесь, в Израиле, мультитул это очень популярная вещь Они есть, то есть у каждого мужчины И очень много я встречаю СОГ и Виктори Нокс И на мой вопрос, почему люди дают мне очень такой ответ О котором я, с моей точки зрения, просто раньше не думал Потому что люди, когда приходят в магазин покупать мультитул Они не разбираются в вопросе Они просто основываются на своих каких-то личных ощущениях и чувствах И это правильно Потому что реально по надежности, я уверен, что они одинаково надежны Гарантию все дают одинаковую Значит, теперь все сводится к каким-то мелочам А если человеку просто не нравится этот Ледерман Чардж Он ему не нравится Лучше ему его не покупать Потому что он будет ходить с тулом, который он не любит и который ему не нравится Пусть он купит что-то более большое Может быть не такое удобное для нас, знатоков Но он будет любить этот тул и ему он будет лучше всех Вот, в принципе, так и происходит покупка мультитул 99% просто заходит в магазин Как и мой друг, когда я спросил, почему не Ледерман Он мне сказал следующую вещь 10 лет назад перед армией он пошел в магазин покупать мультитул Он зашел В то время не было Ледерман Чардж Был только Ледерман Вейв Он взял Вейв Он взял наш сок Пауэрлок Он просто их положил Это человек, который не знал преимущества, минусы, плюсы Просто интуитивно он подумал Это инструмент Он должен быть массивный И он должен быть надежный Это увесистый, большой инструмент Он будет более надежный, чем вот Вейв И все И он взял сок И он ни разу не пожалел об этом Теперь я хочу рассказать Именно о этом мультитуле Кстати Чехольчик Полностью кожаный Если кто-то помнит мультитулы Ледерман Раньше выпускались тоже именно в таких вот кожаных чехольчиках Которые облегают тул И очень удобно сидят в кармане Принимают с работой Принимают полностью форму тула И здесь нету, не используется какое-то лишнее место То есть абсолютно четко чехол только под мультитул Когда пошли биты и разные навороты То Ледерман начали изготавливать вот такие вот чехлы кожаные с резинкой Которых тоже много лишнего места Или нейлоновые чехлы И как-то забыли про вот эти чехлы Но сколько людей Вот сколько раз я уже слышал Именно такие ностальгические воспоминания Эх, какие раньше были чехлы Вот этот вот чехол Не смотрите на то, что он такой битый и весь засаленный Это самый удобный чехол для мультитула Вот такие вот чехлы старые для Ледерманов Были самые удобные И люди, я вижу, покупают новые мультитулы И сохраняют чехол от своего старого И носят в нем, потому что лучше этого чехла просто нет Это вот мое такое наблюдение Кто-то может быть не согласен Но это то, что я вижу вокруг Теперь мультитул Мультитул Сог Пауэрлок Этот мультитул выпускается, ну, уже, видимо, больше десяти лет Но не видоизменился Есть другие модели Но это самая главная модель фирмы Сог И целесообразнее Если бы я сравнивал ее с Ледерманов Я бы, конечно, взял модель Сог Супер Тул Ой, Ледерман Супер Тул 300 Они как раз и по размеру И По набору инструментов Они очень подходят И было бы неплохое сравнение Но, к сожалению, у меня нету Ледермана Я просто буду показывать этот Тул Значит, первое, что бросается в глаза, конечно, здесь Это вот эти вот шестеренки Это шестеренки Для механизма плоскогубцев И первое, что бросилось мне в глаза Когда я взял этот Тул И открыл его Это плавность хода Я тут же спросил своего товарища Если он когда-нибудь смазывал его Сказал, что за 10 лет он не смазал Тул ни разу Та мягкость, с которой он ходит Это просто поразительно Просто Я не знаю, за счет чего это происходит Мне было бы очень интересно разобрать И посмотреть, какие шайбы здесь стоят Как это все просто возможно Значит, эти шестеренки дают очень плавный вход Кроме того, вот эта вот система Запирания плоскогубцев Она позволяет Сгенерировать здесь Огромнейшее усилие на плоскогубцах То есть Та сила, из которой мы здесь сжимаем Многократно потом умножается Здесь на плоскогубцах В Ледермане такого нету В принципе Ледерман-то то, что ты придавил То ты получаешь Здесь немножко по-другому Здесь ты давишь И это как Как еще дополнительный рычаг Очень сильно сжимают плоскогубцы Это очень удобно И полезно Значит, кроме этого Естественно, есть кусачки внутри Здесь вот с внутренней стороны Есть обжим для проводов Кому нужно Они, естественно, не забывают ничего Все максимально используют Каждый миллиметр этого тула С пользой Кроме того У Сога Есть тоже определенный момент То, что у нас в Ледермане Удобно Это вот открывание ножей снаружи Да, у Сога нету ножей снаружи Но Здесь есть быстрый доступ К плоскогубцам То есть Можно одной рукой его открыть Это он не как бабочка Но он открывается И закрывается одной рукой Очень плавно Очень хорошо И поэтому Кому Важен доступ К плоскогубцам Так ему намного выгоднее Будет купить именно сок А кому Важен доступ к ножам Ему нужно брать Ледерман Потому что Открыть Ледерман Одной рукой Это На грани невозможного Значит Очень много здесь Новшеств Именно вот В плане Плоскогубц Как-то Вот они Здесь Сконцентрировали Своё внимание Очень сильно Значит Все тулы Спрятаны Изнутри То есть Здесь Снаружи Нету доступа Никакому тулу Всё находится Внутри То есть Чтобы получить доступ Нужно разложить тул Это довольно таки Неудобно Можно сказать Все тулы Скрыты За вот такими Вот крышечками Эти крышечки Не для того Чтобы как-то Охранять тулы А для того Чтобы руке Было очень удобно Работать с плоскогубцами Сделать здесь Максимально большую Плоскую поверхность Чтобы руку Не наминала Эти крышки Очень хорошо Справляются С этой задачей Ну и теперь Посмотрим Какие тулы У нас имеются В этом инструменте Конечно Ему уже 10 лет Такой Убитый Видавший виды Но За 10 лет Блин Нужно отдать честь Мультитулу Который так выглядит В тех 10 лет Значит У нас здесь есть Напильник Напильник Не алмазный Как на Ледермане Крупный Мелкий И сбоку Как наверное Ножовочка Здесь есть Все тулы Защёлкиваются На замок Такое вот Коромысло Здесь Похоже на Бэклок Они называют Это Пауэрлок Защёлкивается Держит Очень хорошо Следующий Тул Это Шило Очень Интересный Подход Здесь К шилу Кстати В этом Туле Мне Очень Нравится Здесь Шило Очень Агрессивное Шило Не Такое Шило Как В Ледермане В Ледермане С такой Круглорежущей Кромочкой Здесь Это Конкретно Шило Такая Стамесочная Заточка Оно Прошьёт Всё Что Угодно Классная Шило Очень Мне Нравится Значит Дальше Отвёртка Большая Отвёртка И Здесь Тоже Есть Какой То Вырез Я Не Знаю Что Это За Инструмент Для Чего Это Видимо Есть Какое Предназначение Этому Вырезу Отвёртка Как Отвёртка В принципе Надёжная Большая То Что Нужно Следующий Тул Это Крестовая Отвёртка Крестовая Отвёртка Мощная Не Как Делают Лейдерман Скажем Какая Это Двухая 2D Отвёртка Плоская Такая Это Полноразмерная Хорошая Крестовая Отвёртка Следующий Инструмент Здесь Напичкано Целых Шесть Инструментов С одной Стороны Значит Следующий Это Открывалка Для консервных Банок И Тоже Такой Оригинальный Подход Нож Сделан Здесь Вот Снаружи Немножко Отличается От Лейдермана И На Торце У Немножко Маленькая Отвёрточка Плоская Как Я Уже Сказал Все Используют С пользой Для Дела Каждый Миллиметр Все Продумано Следующий Последний Тул С Этой Стороны Это Пила Пила То есть Зубья Очень Агрессивная Очень Цепкая Хорошая Пила Кстати Год После того Как был Куплен Этот Мультитул Во время Работы Тяжелой Была Сломана Пила Мой Товарищ Отнёс Мультитул В магазин И Ему Не Меняли Пилу Ему Дали Абсолютно Новый Мультитул Вот Такое Обслуживание У СОГа На заметку Так Если Кто-то Сомневался Очень Чётко То есть Даже Не Разговаривали Достали Новый Тул И Дали Теперь Перейдём Другую Сторону Здесь Вот Кстати По бокам На самих Ручках Такие Вырезы Что Можно Ногтем Подцепить Не обязательно Изнутри Пальцем Доставать Мультитула То есть Снаружи Цепляешь Не Достаёшь Нож Ножичек Вот Честно говоря Для такого Большого Тула Ножичек Немножко Маленький С Полусеррейторной Заточкой Само Форма Ножа Очень Хорошая Но Коротенький Коротенький Ножик Хотелось Бы Подлиннее Идём Дальше Следующий Тул Это Открывалка Для бутылок Плюс Средняя Отвёртка Здесь Очень Большой Упор Я смотрю Сделан На Отвёртке На обычные Следующий Тул Следующий Инструмент Очень Странный Я Честно говоря Не знаю Что это Такое Единственное Что я могу Предположить Что это Какой-то Переходник Под биты Видимо Есть какой-то Набор Битов Который Сюда Одевается Потому что Это Не отвёртка Не ключ То есть Самим Этим Инструментом Как он Делать Ничего Нельзя И Последний Инструмент У нас Это Ножницы Единственное Что за Десять лет Вот эта Пружина Вся Исохлась Скажем так И она Очень слабо Работает Но Она не Открывает Ножницы Как хотелось Б полностью Но Она Довольно Сносно Работает Вот это После Десяти Лет Можете Себе Представить Десять Лет Этот Тул Пахал Как Папа Карло Вот Такой Вот Мощный И На самом Деле Очень Надежный И Хороший Тул Да Со Своими Недостатками Да Со Своими Плюсами Но У каждой Фирмы Можно найти И плюсы И недостатки Например Большинство людей Когда я их спрашиваю Почему они не купили Тул Викторинокс Знаете Что они мне говорят Они говорят Он выглядит Слишком просто В нем нету Ничего особенного Просто Просто Квадратная Железка И реально Смотришь Берешь в руки Викторинокс Ты не чувствуешь Ну не знаю Какой-то Особенности В нем Он какой-то Слишком простой И я абсолютно Четко понимая Этих людей А когда ты берешь Всок Начинаешь его Крутить в руках Эти шестерни Этот плавный ход Ты Ты сразу Оцениваешь Этот инструмент Когда ты берешь Ледерман Открываешь Эти ножики Снаружи Ты оцениваешь Ты видишь Этот Умазный напильник Ты видишь С-30V Титановые ручки Ты оцениваешь То есть И каждая фирма Ищет что-то свое И имеет Место на рынке И заслуживает его Поэтому если вам нравится Сог То купите именно Сог Не таскайте Ледерман Потому что Все любят Ледерман Все Спасибо за просмотр Пока Бай-бай Бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok